И дефектов нет. Каких-то внешних трещин, сколов. Для блоков ФБС, в принципе, значение нормального. Инженер тоннельной ассоциации проверяет на прочность, фундамент, колонны и кровлю домов в центральном районе, в зоне строительства Красноярского метро. На осмотр одного дома уходит около трёх часов. Это ВИО. Визуально-инструментальное обследование. Ударно-импульсный метод позволяет проверить эксплуатационные свойства стен. А это уже ультразвук. Прибор посылает импульс сквозь бетон и замеряет скорость от источника до приёмника. Чем выше скорость, тем плотнее материал, чем плотнее, тем прочнее, говорят специалисты. А все возможные дефекты записывают в ведомость. Мы оцениваем их состояние, конструктив, материалы, из которых они сделаны. Для этого нам не нужно вскрыть и делать, мы ничего не сверлим. Такие работы у нас, которые не затрагивают жизнь жителей дома. Эти отчёты утверждаются главгосэкспертизой и идут после этого проектировщикам. Они проектируют уже линию метрополитена. При необходимости инженеры сделают специальные шурфы около зданий, чтобы изучить основание домов под землёй. Всего будет исследовано 291 здание. 99 осмотрят визуально, 192 с помощью инструментов. Губернатор края Александр Ус с инспекцией выехал на места бурения новых скважин. Продолжаются инженерно-геологические изыскания. Сейчас буровые машины работают на улице Карла Маркса, на участке от Перенсона до Винбаума. Всего в городе работает 8 буровых установок, 7 из них заняты на бурении, одна ведёт опытные исследования. Работы выполнены уже на 120 скважинах. И сегодня же губернатор провёл штаб по строительству линии метро в Красноярске. О ходе реализации проекта главе региона доложили зам губернатора Сергей Ерёмин, генеральный директор АО «Моспроект-3» Анна Меркулова и также руководители рабочих групп. Губернатор отметил, важно на всех уровнях организовать строительный процесс так, чтобы проект шёл чётко по срокам и планам. При этом проекте есть два основных трека. Один связан с работой местных органов власти, а также наших федеральных коллег, которые занимаются подключениями и прочими делами такого плана. И второй трек – это работа, собственно говоря, подрядчиков. На площади идёт работа по получению тех условий на временное подключение к инженерным сетям на период строительства. На шахтёров строители готовятся к выносу сетей. Анастасия Цыганова, Новости Прима.